4 октября на базе ДСАФ принял старт очередной вид соревновательной программы круглогодичной спартакиады коллектива физической культуры открытого акционерного общества «Мозорский нефтеперерабатывающий завод». Сегодня у нас стартует первенство завода по полевой стрельбе. У нас будет принимать участие 17 команд. Команда состоит из 4-х человек, результат по 4-м человекам. Уровень стрельбы на заводе всегда был высоким, так что будем смотреть результаты и подводить итоги. В первый соревновательный день одна из команд представляла 15-й ЦЭК, где работает один из лучших физоргов предприятия, который, напомним, нашел для спортивного мира великолепную мастерицу дартса Антонину Шаруху. Ну и, конечно же, наш следующий собеседник самая активная участвует в соревнованиях и не только, в качестве руководителя своей команды. Готовились, немножко слабовато, потому что не было времени, но хотелось бы, конечно, больше. Оцениваю свой результат. За последнее время удовлетворительно, потому что, как бы, думаю, что будем не последние. В этом году участвовали новые люди, которые недавно пришли к нам в цех, решил их попробовать, ну, показали себя неплохо. Команда 15-го цеха в итоге расположилась в золотой середине, заняв среди 18-й команд 9-е место. А что до победителей и призеров, то в командной борьбе 3-й места у цеха номер 5. Второй результат показала дружина производства переработки тяжелых нитяных остатков. Перинеста же осталась за стрелками 14-го цеха. Физорг Василий Александрович Чайковский, победители Алексей Протос, Валентин Потапин, коллег Смолюга и Андрей Кашевич, начальник цеха Дмитрий Анатольевич Протос. В личном зачете среди женщин призывает Ройка, Татьяна Новак, 12-й цех, Наталья Трахемец и Людмила Голубева, обе медалистки завода управления. Среди мужчин лучший результат показал дебютант состязания из участка охраны Алексей Коробкин. Второе место за Олегом Смолюга, 14-й цех, третьим стал Михаил Шевченко, производства и проработки тяжелых нитяных остатков.